Не покладая рук, трудятся и работники приемной комиссии Международного гуманитарного университета. Им нужно обрабатывать поданные заявления. 14 июля в этом высшем учебном заведении негосударственной формы собственности начался второй этап вступительной кампании. Как стартовала подача документов и о работе штаба-апитуриента более подробно в нашем материале. Время принимать окончательное решение. Для выпускников 11 класса начался второй этап вступительной кампании. С 14 июля стартовала подача электронных заявлений и документов в учебные заведения. Прием документов начался и в Международном гуманитарном университете. Сегодня начался следующий этап. Все те, кто хотят вступить на бакалаврат, подают электронные заявки. Мы уже анонсировали, что в Международном гуманитарном университете работает штаб абитуриента 2021. И школьники вместе с их родителями на протяжении уже целого месяца приходили в этот штаб, создавали электронные кабинеты. А сегодня они подают электронные заявления. Хочу сказать, у кого с этим возникают проблемы, пожалуйста, обращайтесь в Международный гуманитарный университет. И наши специалисты все сделают для того, чтобы вы своевременно и без всяких проблем могли подать это заявление. Главной особенностью нынешней вступительной кампании в ВУЗ является то, что подавать документы в Международный гуманитарный университет выпускники теперь могут и на бюджетную форму обучения. Министерство образования и науки Украины выделило учебному заведению более 100 бюджетных мест. Таким образом, впервые за всю свою 19-летнюю историю МГУ у абитуриентов появляется возможность получить высшее образование за счет государства. В этом году впервые в МГУ по инициативе президента МГУ Академика Кивалова Сергея Васильевича, при поддержке Министерства образования и науки Украины, лично министра Шкарлита Сергея Николаевича, у нас есть бюджетные места. Это, я вам скажу, новость очень хорошая для наших абитуриентов. Потому что те дети, которые получили сегодня высокие баллы, ребенок может претендовать на бюджетные места. И те годы, когда мы набирали студентов, многие абитуриенты хотели поступить, но их сдерживал тот фактор, что у нас нет бюджетных мест. В этом году ситуация кардинально изменилась. И лучшие школьники Одессы, Одесской области и в целом Украины могут подать к нам электронное заявление. Очень важно поставить приоритет номер один. И вы учитесь на бюджетном месте в МГУ. В приемной комиссии университета напоминают, чтобы стать студентом-бюджетником, одних высоких баллов во время ЗНО недостаточно. При подаче документов также очень важно указать именно первый приоритет. Так появляется больше шансов поступить в ВУЗ на выбранную специальность. Випускники, которые подают электронные заявки, необходимо потом принести оригиналы своих документов. Тие вступники, которые претендуют на место за государственным замовленным, необходимо дать оригиналы до приемной комиссии до 23 липня и установить приоритет один. Нагадуемо, что МГУ мае державные места на всей специальности для вступников на основе повної загально-середньої освіти. Бюджетные места появились на большинстве специальностей университета. За 19 лет работы ВУЗ зарекомендовал себя как многопрофильный. Международный гуманитарный университет уже на протяжении нескольких лет готовит специалистов в области права и международного права, экономики, медицины, искусства, дизайна, отельно-ресторанного бизнеса, IT-технологий, филологий и международных экономических отношений. В этом году открылась специальность 053 – это психология. По психологии мы набираем как на дневную форму обучения, так и на заочную, как у нас есть и бакалавры, и магистры. В этом году на факультете лингвистический перевод открылась еще одна новая специальность, пользующаяся большой популярностью – это журналистика. Мы приглашаем абитуриентов с высокими баллами ЗНО приезжать, подавать ваши оригиналы документов. Мы поможем в регистрации и электронного кабинета, и в подаче электронной заявки. Сегодня началась вступительная кампания, ее основная жаркая пора – подача электронных кабинетов, электронных заявок. В этом году в Международном гуманитарном университете, учитывая то, что мы получили бюджетные места на каждую из медицинских специальностей, достаточно много абитуриентов поступает на эту специальность. Востребованным остается, как всегда, стоматология, медицина – это те специальности, которые и издревле, и до наших дней являются востребованными. Начало кампании, старт ее достаточно активный. Мне нравится настрой наших абитуриентов и их родителей. Все идут с надеждой в будущее. Напомню, что у абитуриентов есть возможность подать свои электронные заявления и документы только до 23 июля. А для кого-то дедлайн наступит и 16 июля. Речь идет о специальностях, где есть вступительный экзамен или творческий конкурс. Хочу сделать акцент на том, что впервые институт принимает на бюджет на следующие специальности. Это право, международное право, отельно-ресторанное дело, менеджмент, маркетинг, туризм. Мы ждем всех абитуриентов с высокими баллами на бюджет. Также мы принимаем на контракт на специальность правоохранительной деятельности. Набор осуществляется с 13 по 16 июля. Хочу обратить на короткие сроки подачи, чтобы все желающие поступить на правоохранительную деятельность успели подать заявки. Так как сразу же будет проведен творческий конкурс. 14, 15 и 16 число – это сроки для подачи электронных заявлений. Всего лишь три дня и хотелось бы, чтобы все, кто видит себя в будущем в любых отраслях искусства, не упустили свой шанс, пришли вовремя, заполнили документы и подали свои электронные заявки. Хочу еще сказать, что все выпускники колледжей и училища, они могут также приходить к нам и подавать заявку на участие в творческом конкурсе до 23 июля. Поэтому мы ждем каждого. Пожалуйста, не упустите свой шанс. В МГУ напоминают и о том, что у выпускников девятых классов есть возможность стать студентом в колледже Международного гуманитарного университета. Из-за большого количества поступающих администрация ВОЗа приняла решение продлить вступительную кампанию в своих колледжах. В университете давно и успешно действует программа «Школа-колледж-вуз», благодаря которой студенты могут получать непрерывное профильное образование. Поступив в колледж, его выпускники выходят специалистами с дипломом младшего бакалавра. «Сьогодні у нас є така унікальна можливість. МГУ сьогоднішнього дня розпочинає другий этап прийому заяв для вступників девятих классів для вступу до фахового та медичного фахового колледжу. Він продовжиться у нас до 9 серпня, тому всі, хто не встиг або мріє обрати своє майбутнє, ми чекаємо приймальній комісії фахового та медичного фахового колледжу». Вступительная кампания полным ходом идет, продолжает свою работу и штаб абитуриента 2020 на базі приємной комісії Международного гуманітарного университета. Абитуриенты і їх родители по-прежнему можуть получить ответы на все вопросы, касающеся перечня документов, специфики той или иной специальности или истории молодого университета. Штаб абитуриента работает ежедневно с 9 до 6 вечера по адресу Фонтанская дорога 33.